И то, что сейчас вот здесь все водители, которые приезжают на данную остановку, они в масках, не надо себя обманывать, это, наверное, наши перевозчики подстраховались, зная, что мы сегодня с вами здесь будем работать. В последнее время мы можем наблюдать такую ситуацию, что люди устали, люди расслабились и в меньшей степени начинают соблюдать масочный режим, который в настоящее время обязательен для общественного транспорта. Это же самое, я бы мог сказать, и в отношении водителей, которые работают на линии. Ну, сняли, не успели, задохнулись немножко, бабки старые уже, 100%. Вы поймите, это очень опасно, вирус, он отступает, но опасен все равно. У меня к вам большая просьба, пользуйтесь всегда в общественном транспорте. Лучше потерпеть, но не ставить под угрозу себя, своих близких. Опаздывайте. Очень. Ответьте на вопрос. Ну, нет, не будет, уже почти все закончилось. Это ошибочно. Вы ставите под угрозу себя, своего ребенка, своих близких. Существует и административная ответственность для пассажиров за несоблюдение масочных режимов. Но мы понимаем, что с таким огромным пассажиропотоком, когда фактически 80-90% уже расслабились и не соблюдают масочный режим, здесь надо больше проводить, наверное, разъяснительную работу, потому что штрафы, они свою роль играют. Но это не главное, это не сама цель. Главное сохранить здоровье, а для этого каждый должен понять, что вирус, он ослабляется, но он не отступил, он все равно опасен.